И спрашивал его народ, что же нам делать? И Иисус сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Евангелие от Луки, глава третья. Рига конца XIX века – третий город Российской империи по обороту грузов гаванью и шестой по числу ее жителей. В Лифлянскую губернию направляются многомиллионные средства на развитие сети железных дорог, связи, развитие коммерческих структур. Сюда едут рабочие, гражданские чины, крестьяне, военные с семьями. Это формирует русское население Прибалтийского края конца XIX века. В эти годы в Риге поселилась семья Мансуровых. Глава семьи Борис Павлович Мансуров, действительный тайный советник, член Государственного совета, и его жена Мария Николаевна Мансурова, урожденная княжна Долгорукова с детьми. Семья Мансуровых выделяла большие средства на благотворительную деятельность. Заботами Марии Николаевны в Риге открытый детский дом трудолюбия, народная библиотека, бесплатная столовая. Она помогает неимущим, больным, узницам рижской женской тюрьмы и их детям. Мансуровы щедро жертвуют на нужды рижских православных храмов. Ими создана основа нынешнего церковного благолепия Риги. Организаторский талант старшей дочери Екатерины способствует сплочению вокруг нее нескольких инициативных девушек из состоятельных семей и учительской среды. Результатом их совместных трудов стало открытие первой православной частной общегородской воскресной школы с русским языком обучения. При воскресной школе сестры Мансуровы устроили приют для девочек-сирот и богодельню. Они в своем дневнике записали, наконец-то здесь, в Латвии, мы можем осуществить свою заветную мечту. Мы можем здесь на свои средства устроить приют для беспризорных девочек. Ведь эти две сестры, две девушки стояли очень близко к престолу царя земного, но они находились рядом с ними только телом, а их душа была около престола царя небесного. Преосвященнейший Арсений Брянцев, епископ Рижский и Митавский, благословил общину иконой живоначальной Троицы, закрепив за нею наименование Свято-Троицкой. В 1892 году благотворительное учреждение Мансуровых преобразовано в Свято-Троицкую женскую общину и 5 октября стал днем ее официального открытия. После долгих трудов Екатерины Мансуровой о выделении земли под строительство храма и дома для сестер, на конец из Святейшего Синода была получена телеграмма. Место, о котором писали, безвозмездно уступается общине. Это был обширный участок земли на краю города. 25 сентября 1892 года, после торжественного богослужения в Кафедральном Христорождественском соборе народ крестным ходом двинулся к месту будущего храма. Преосвященнейший Арсений заложил основание церкви во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. Сегодня это главная церковь обители. На торжественном освящении храма владыка Арсений в своем слове отметил, что рижская община получила свое основание от Троицы Сергиевой Лавры, которая через ее наместника, архимандрита Павла Глебова, благословила ее на путь трудничества, и молитвы. Государь Александр III, узнав об освящении храма, сказал «Сердечно радуюсь этому» и пожертвовал на устроение храма и жилого здания 29 тысяч рублей. Протеерей Иоанн Кронштадтский посетил в Риге женскую общину и неоднократно повторил сестрам «Умножится – разрастется». С тех пор первая монастырская церковь во имя преподобного Сергия Радонежского уже более ста лет не прерывала своего служения Богу и людям. А архитектурный ансамбль церкви с прилегающим жилым двухэтажным корпусом сохранился без изменений до наших дней. Община содержала детский приют и школу на 40 девочек, странно приимный дом, бесплатную столовую для бедных. Особое внимание уделялось древлеправославному пению, распевам Псково-Печерского монастыря, с которым у рижской обители сложилась близкая духовная связь. Оттуда был и первый духовник обители – архимандрит Мефодий Холмский. Вскоре церковь уже не вмещала всех прихожан, но средств на постройку нового храма не было. Сестры молились и терпеливо ждали. Существует предание, что на месте будущей Спаса-Преображенской пустыньки жил когда-то старик-лесник, латыш. Ему было трижды видение православного креста. «Что-то здесь должно быть», – говорил он знакомым. «Наверное, русская церковь». В 1894 году в Свято-Троицкую общину пришло радостное известие. Государь Александр III высочайше соизволил отвезти в дар обители более 170 десятин исказенных угодий Курлянской губернии, расположенных в лесной местности. Сестры Мансуровы имели горячее желание основать в лесу тихую пустыньку, место углубленной молитвы и богомыслия. Мать Меропия, первая начальница общины, и сестры Мансуровы с иконой в руках обошли лес и нашли поляну в виде креста. Это и стало местом будущей пустыни. Слух о подвижницах, живущих в лесу, быстро пронесся среди местных жителей, и они стали приходить молиться вместе с инокниями. Несколько лет в тяжелых трудах прошло освоение пустыни. К началу нового столетия пустынька выглядела, как настоящий небольшой монастырь. Паломников встречали нарядные святые врата, увенчанные куполом. Прямо за вратами маленькая Спасо-Преображенская церковь. В 1908 году осветили второй деревянный храм в честь преподобного Иоанна Лествичника, покровителя пустыни. Храм построен в древнерусском стиле и как нельзя лучше гармонирует с природным ландшафтом. В пустыне первым занятием сестер было беление воска для свечного завода, открытого при общине. Глядя, как воск делается светлым и пригодным для церковных свечей, сестры размышляли о том, что и сами они без духовного преображения не могут сделаться пригодными для Царствия Божия. Так первое послушание подсказало название пустыни Спасо-Преображенская. Наталья Мансурова в письме к своей старшей сестре Екатерине пишет «Особенно хорошо бывает в церкви у утренней, когда вспомнишь, что стоишь в храме в уединенном лесу, где прежде не славилось имя Божие, и тогда кажется, что Бог так близко, а суета и мир так далеко». Екатерина и Наталья, красивые и высокообразованные княжны, вместо блеска великосветского общества, его роскоши и богатства, выбрали путь служения Христу, путь смиренной монашеской жизни. Но отец, человек твердого характера и крутого нрава, был категорически против желания дочерей уйти в монастырь. Со временем мать уступила их просьбам, и дочери тайно приняли постриг в ресофор с именами Сергия и Иоанна. В один из приездов в Ригу Борис Павлович пригласил дочерей на беседу. В назначенный час дочери вошли в кабинет отца в иноческом одеянии. Борис Павлович настолько был в гневе, что болезненная Иоанна от страха потеряла сознание. Для сестер наступило трудное время. Перед ними закрылись многие дома. Поиски жертвователей не давали результатов. Сестры с головой ушли в заботы об устроении обители. Иннокеня Сергея была назначена начальницей общины, а Иоанна стала начальницей пустыни. В 1901 году инокени Сергия и Иоанна приняли монашеский постриг. 12 января 1902 года свято-троицкая община была преобразована в рижский свято-троица-Сергиев монастырь, и монахиня Сергия стала первой игуменьей монастыря. В этот день мать Сергия приняла игуменский жезл, он когда-то принадлежал ее духовной наставнице, игумене Московского страстного монастыря Евгении Озеровой. Игумене Евгения получила его из рук митрополита Московского Филарета Дроздова. «Да снидит на тебя благословение святителя Филарета, и да почиит на тебе сугубый дух игумени Евгении, дух разума и благочестия, дух чистоты и кротости. Прими же жезл сей, иди и твори тако же», напутствовал игуменю Сергию правящий епископ рижский и метавский Агафангел Преображенский. Строительство обители не прекращалось до Первой мировой войны. С каждым годом росло влияние монастыря среди населения. Матушка Нина Баянус, Игумения Полоцкого Спаса Ефросиньевского монастыря, четыре года была насельницей рижской обители. В одном из своих писем она отмечала «Мне близко знакомы два образцовых монастыря, которые отвечают созерцательному и деятельному настроению. Один из них в Риге. Там много образованных монахинь. За короткое время, что почти невероятно, монастырь поставлен на должную высоту древнего благочестия». В 1909 году монастырь посетила ныне прославленные в лике святых основательница Марфо-Мариинской обители в Москве великая княгиня Елизавета Федоровна. Одиннадцать дней провела Елизавета Федоровна среди сестер в пустынке, внимательно знакомясь с их жизнью, перенимая опыт. В начале июля 1910 года Ригу посетил император Николай II с государиней Александрой Федоровной и детьми. Игуменья Сергия преподнесла государю икону Святой Троицы, древнего письма и полотенца, на котором шелком было вышито изображение недавно отстроенного монастырского собора во имя Святой Живоначальной Троицы. Средства на его возведение были выделены из государственного казначейства по высочайшему повелению самого императора. Собор и сегодня является одним из крупнейших и красивейших храмов Латвии. В цокольном этаже его устроен храм Крипта во имя Успения Пресвятой Богородицы. Здесь, 21 июня 1910 года, нашел свое упокоение отец-основательниц монастыря Борис Павлович Мансуров. Его личное участие в решении многих вопросов по устроению обители, опыт руководства храмовым строительством, он несколько лет руководил строительством храма Христа Спасителя в Москве, сделало труд жены и дочерей в Риге плодотворным. В монастыре и пустыне до начала Первой мировой войны было построено четыре храма. 29 января 1914 года из жизни ушла Мария Николаевна Мансурова. Проводить в последний путь глубоко верующего, любвеобильного человека, щедрого благотворителя и попечителя пришло много благодарных рижан. Она была погребена рядом с супругом. Во время Первой мировой войны в монастыре устроили лазарет на 70 коек. Детский приют в срочном порядке переместили на дачу Эйхенберг, а на его месте расположили женское трудовое общежитие. В трапезной кормили беженцев, солдатские семьи, сестры шили белье и одежду для лазарета, вели сбор теплой одежды для отправки ее в действующую армию. Весной 1915 года из-за военных действий сестры покинули пустынь и перебрались в Ригу, а опустевший скит заняли немецкие войска. 18 июля началась эвакуация монастыря в Новгородскую губернию. После окончания войны игумене Сергия и матушка Иоанна в святую обитель не вернулись. В 1924 году из монастыря под Новгородом они перебрались в Пушкино, поближе к преподобному Сергию. Около 26 года игумене Сергия приняла схему с тем же именем и вскоре окончила свой жизненный путь. Ее останки с подобающими почестями по благословению митрополита рижского и латвийского Леонида Полякова в 1985 году были перенесены в Спасо-Преображенскую пустынь. Игумения Сергия Дивеевская как раз была в тот момент в пустыне благочинной. Она тоже рассказывала, что она не видела таких чистых, светлых, белых костей. Вот очень редко так бывает, что вот такие косточки. И поэтому мы думаем, что, конечно, она будет во святых. Матушка Иоанна долгие годы несла тяжелый крест с Китанией. Известно, что с весны 1932 года она скрывалась в городе генически на Азове. Каждый раз ей приносили с поезда билет, как будто она только что приехала откуда-то, потому что под чужой фамилией и страшная была слежка. Почила матушка в марте 1934 года, перед смертью приняв схему с именем Иоанна. Когда ее хоронили, мне рассказывали, то столько было людей, столько было цветов, очень-очень много, вся улица была, ее на руках несли и очень ее там почитали. Ее похороны были только со священником. Уже потом, в 1935 году, всех монашествующих, которые были по домам, собрали на баржу и зажгли в Азовском море. Наши следопыты поехали в Геничинск, но не нашли никаких табличек, ничего. Если бы угодно было Богу, то она бы и желала бы сама, то, конечно, известна была бы ее и могила. И, возможно, знали ли до конца, кого они жили, кто их хоронил, кто они такие были. Латвия поочередно переживала ужасы Первой мировой войны, немецкой оккупации, гражданской войны, революции. В 1918 году республика провозгласила свою независимость. Рига стала столицей независимого государства и одним из культурных центров русского зарубежья. Православную церковь не признавала новое правительство. К тому же паства была без архипастыря. 24 июня 1921 года по просьбе православного народа Латвии из благословения патриарха Тихона из России в Ригу прибыл высокопреосвященнейший архиепископ Иоанн Поммер. Важнейшим результатом его деятельности стало признание латвийским государством статуса юридического лица за Латвийской православной церковью. Русская патриархия подтвердила самостоятельность Латвийской православной церкви особым документом Томасом. В том же году настоятельницей Рижского монастыря была назначена игумения Евгения Постовская. Игумения Евгения стояла у самых истоков основания монастыря. Евгения Постовская окончила в Петрограде Смольный институт. В 1894 году пострижена в Ресофор и поступила в Рижскую общину. В 1905 году возведена в Сан-Игумении и назначена настоятельницей Илухского Рождество-Богородицкого монастыря. Во время Первой мировой войны эвакуировала монастырь в Нижегородскую губернию. В 1918 году Матушка Евгения вернулась в Ригу с группой сестер Рижского и Илухского монастырей. По предписанию преосвященного епископа Платона Кульбуша, временно управляющего Рижской епархией, и личной просьбе Игумении Сергии, она приняла управление Свято-Троице Сергиевым монастырем. Все недвижимое имущество монастыря на основании Советско-Латвийского мирного договора, заключенного 11 августа 1920 года, автоматически становилось собственностью Латвийской республики. Были объявлены государственной собственностью и монастырские земли с лесами, лугами и пастбищами. Отнята усадьба и вся собственность Мансуровых, завещанные монастырю. Но Матушка, обладая твердым характером и решительностью, опираясь на свой жизненный опыт и знания законов, на всестороннюю поддержку архиепископа Иоанна Помера, отстояло в государственных учреждениях право монастыря на существование. И монастырь продолжил свою жизнь в условиях Латвийской республики. Храмы и все постройки монастыря и пустыньки нуждались в капитальном ремонте. Но не было ни поддержки государства, ни щедрых благотворителей, а сестры в основном были пожилого возраста и инвалидами. Часто не хватало средств даже на хлеб. А помощи от монастыря ожидали многочисленные эмигранты из России. Но самые скорбные дни для монастыря наступили, когда всю Латвию потрясла весть о жестоком убийстве архипастыря Латвийской Православной Церкви Владыки Иоанна Помера. Эта страшная трагедия случилась в ночь с 11 на 12 октября 1934 года. Вновь сестры испытали на себе всю злобу и ненависть врагов Православной Церкви. Но, уповая на Господа Вседержителя, они смиренно продолжали свою жизнь в труде и молитве, не забывая о милосердии к ближнему. Волею латышского народа Латвия стала Советской Республикой и вошла в Великой Советской Союз. Новые власти закрыли в монастыре детский приют и отняли всю собственность монастыря. В аренду монастырю были выданы только земля и строения, которые находились внутри ограды обители. В связи с закрытием банковских счетов и перехода на новые денежные знаки, монастырь лишился и всех финансовых средств. В феврале 1941 года экзархом при Балтике назначили митрополита Виленского и Литовского Сергия Воскресенского. Своей резиденцией он избрал рижский свято-троица Сергиев монастырь. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а 1 июля Ригу заняли немецко-фашистские войска. В годы войны монастырь часто становился последним пристанищем для людей, потерявших кров и близких. Сестры старались помочь каждому страждущему, кто обращался в монастырь, хотя сами они в те скорбные дни терпели большую нужду. В 1943 году митрополит Сергий добился от германских властей разрешения на передачу умирающих детей из концлагеря Саллоспилс в Троице Сергиев монастырь. Сестры привозили детей в монастырь, кормили, лечили, одевали и размещали среди семей горожан и хуторян. Когда нас матушка привезла сюда, ну, здесь зарегистрировали, да, вот немножко нас тут... Подкормили? Да, подкормили. Дали нам тоже по чаю, помню, сухарики какие-то. Это, я считаю, вторым днем рождения. Мы были худенькие, кожа до кости. Это, как говорится, это первые слова, которые я запомнила латышские. Они большую работу проделали, очень даже большую. Даже месяца не прошло, я получила удостоверение. На основании этого удостоверения я получила вот политически репрессирована Латвийской Республики. Благодаря монахиням мы имеем этот статус и все. Иначе бы у нас вообще ничего не было. Какая ей спасла нас. Да, какая ей благодарность. Человеческое спасибо. Монахиня Евсевия Федосеева создала картотеку, куда подробно записывала данные о всех поступивших детях. После окончания войны, когда миллионы людей разыскивали своих родных и близких, эти записи оказались бесценными. Они же стали документальным свидетельством фашистских злодеяний. Однако он вспоминается не со скорбью, не с печалью, потому что через это все случился переворот в душе. Вот если бы не было войны и не было бы этих всех страданий, я, может быть, была бы и вовсе неверующая и в церковь бы не знала. А так, видите, куда Бог привел? В монастырь. И была принесена самая страшная жертва. Самая страшная. На жертву были принесены дети. Вот давайте об этом во всем подумаем, что это все было. И для чего я вам об этом всем говорю, дорогие? Для того, чтобы это никогда больше не повторилось в жизни. А это в наших силах. Это зло предотвратить в наших силах. В августе 1944 года фашисты вели жесткую эвакуацию мирного населения в Германию. Настаивали на эвакуации и сестер Рижского монастыря. Она приняла тогда такое решение, что никуда настырь не выезжает и не двигается с места. Вот это было страшно трудно. Может, если от немцев идет такое указание, что выезжать, и она говорит, нет, это было именно пожилая вот эта игумия древняя. И они ничего не могли поделать. Ну да, и Тихвинскую икону тоже она не отдавала. День 13 октября 1944 года стал историческим днем для латышского народа. В этот день была освобождена Рига. Народ Латвии вместе со всеми радовался великой победе в страшной войне, но к этому святому чувству уже примешивалась горечь обрушившихся на священство Латвии и гражданское население новых потерь. Более половины священнослужителей Латвийской Православной Церкви были репрессированы. Но Господь укреплял верующих удивительными проповедями нового архипастыря Рижской епархии митрополита Вениамина Фетченкова, известного православного писателя. Прибыв из Америки, владыка поселился в монастыре и часто служил в нем. В 1947 году игумения Евгения приняла схиму и ушла на покой. Матушке Евгении было уже 84 года. 50 лет из них были отданы на создание Рижской обители. Вскоре матушки не стало. Рижскую обитель возглавила монахиня Тавифа Дмитрук. До поступления в Рижский монастырь Тавифа в миру София Дмитрук служила в Корицком, а затем в Виленском монастыре. «Жизнь сестер в веренной мне Рижской обители проходит в труде и молитве, согласно устава монастыря, пишет игумения Тавифа в своем отчете. Материально-бытовые условия монастыря довольно ограничены, питание сестер среднее. В текущем 48 году был произведен необходимый ремонт монастырских храмов и строений. В 1915 году число сестер достигало 200. Теперь же, вместе с двумя ее скитами, число сестер составляло лишь 65 человек. Сестрам приходилось много трудиться на полях и в огороде, восстанавливать почти разрушенные здания, заготавливать на зиму дрова и продукты для монастыря, помогать местному колхозу в уборке урожая. А колхозники взамен молотили зерно, вспахивали монастырские поля, делали в монастыре то, что сестрам было уже не под силу. Работа монахинь колхозникам нравилась. «Когда вы начинаете первыми сажать в парниках, говорил председатель колхоза, у нас все хорошо растет и чисто». «Мы делали добросовестно все, да, по полу это так, что уже не надо проверять, и все сделано. Так они нам молока привозили». «Нас батюшка провожал, костюм область славлял, царчик, потом встречали нас, ждали нас, и службу даже в другой раз не начинали, нас ждали». «Тогда светит свет ваш перед людьми», – сказал Господь, «чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». «Ну, какая она была?» «Изумительно, красивая какая она была, не говоря уже о духовном ее облике, но она удивительное впечатление оставляла внешне. Это был такой расцвет, когда был одновременно владыка Вениамин и матушка Тавифа». Летом 1960 года игуменью Тавифу призвали возглавить Горненский монастырь в Иерусалиме. И без того малочисленный монастырь был вынужден отпустить вместе с игуменьей Тавифой четырех сестер. С тех пор бывшие насельницы Рижского монастыря несут свое послушание на святой земле. На время отсутствия игуменьи Тавифы исполнение обязанностей настоятельницы было возложено на монахиню Магдалину. Игуменья Магдалина в миру Валентина Крыско училась в Виленском Мариинском женском епархиальном училище. В 1935 году переведена в Корицкий монастырь, возведена в Сан-Игуменьи. В 1954 году переведена в Рижский монастырь, где несла послушание казначей, а затем заместительницы-настоятельницы. Тихим, внешне неактивным правлением новая настоятельница смогла сохранить обитель в годы хрущевских гонений на церковь. Вопрос о закрытии монастыря и пустыньки в эти годы стоял особо остро. С 1957 года прием молодых насельниц был запрещен. Вот о чем свидетельствуют документы. Совет министров Латвийской ССР ставит вопрос о закрытии женского монастыря в городе Риге с его подсобным хозяйством в сельской местности. В монастыре и его филиале 91 человек монашествующих, из них только 14 человек возрасте до 40 лет. Здесь, кроме зданий монастыря, находилась городская школа. Это создавало дополнительную напряженность. Соседство монастыря мешает школе не только проводить учебную работу, но и воспитательную. Во время уроков каждый день раздается колокольный звон, который заглушает речь учителя и учащихся. Учащиеся вынуждены во время перемен делать переходы в мастерские или спортивный зал через территорию монастыря, а проходя мимо, они невольно сталкиваются с монахинями, попами, верующими людьми, что также не может не влиять на учащихся. Мы просим вас ходатайствовать перед Советом Министров ЛССР о переводе монастыря в другое место и передаче его помещений в ведение 66-й 7-летней школы. Предлагаю к августу месяцу сего года завершить ликвидацию в городе Риге женского монастыря. В результате этого будет осуждено и передача его помещений в городе Рижской обители. Утвердите сердце его, не убоится, донди же возрит на враги своя, расточи дадил Богим, правда его пребывает воверно. Но несмотря на крайнюю нищету, малочисленность и постоянную угрозу закрытия, Рижская обитель именно в эти годы становится широко известной. С 1953 года духовником пустыни служит архимандрит Кирилл Смирнов. Его трудами и молитвами возрождается дух монашеского подвига. Батюшка Кирилл, подобных уже не было после него. Это молитвенник Аскет. И тогда у нас такая беднота была, он часто ездил в Россию собирать для сестер. Когда мы колем дрова, он принесет в одной сестре даст рукавички, другую носочки, а там положено 3 рубля. Так мы этот подарок принимали и были на седьмом небе. Потому что денег не было вообще тогда. Нам хлеб даже такой черстый был, покупали надолго. Просто как сухари были, так и хлеб мочишь и кушаешь. Как истинный подвижник и воспитанник Валаамского монастыря, сам архимандрит Кирилл вел строгую аскетическую жизнь, был носителем многих духовных даров. Именно в пустыне наиболее полно проявилось дарование отца Кирилла как старца. Перед уходом из жизни в 1967 году батюшка принял схему с именем Косма. Через год духовником пустыни становится архимандрит Таврион Батосский. Подвижническая жизнь отца Тавриона, его энергия, ежедневные богослужения, молитвенный подвиг, проповеднический дар привлекли сюда тысячи паломников со всех концов Советского Союза, жаждущих духовного руководства и наставления. Мы все кутались, мерзли. Он скорее ковров накупил, чтобы нам тепленько было. Буржуйку сломал, провел какое-то нормальное все отопление. Ревностный был. Два хора создал. У нас что, за дня в день мы же не служили раньше. Тяжело было. И вставать рано, и ложиться поздно. А он такой же живой, подвижный, за ним не гонишься. И он видит, что мы слабенький, не потянем, так он писал ночами, телеграмму посылал. И стали люди приезжать. Условий-то нет, жить-то негде. Он залез, посмотрел, ага, обил, там это все украсил. Ничего не боялся. Не боялся, ничего не видно, никто не построил. А там человек 20 поселяется. Вот это где новая сейчас кухня, там была старая кухня, и там работали вот эти его чады. У нас же мало своих сестер очень было. Молодых приехало человек 6 или 7, так у нас, в один год, в инолето. И тоже даже ни прописки, ничего не было. У нас других прописали с трудом. Даже бы приезжал из Москвы полномочный, что правда, что в Иерусалим уехали, чтобы место их прописать. За активной жизнью обители пристально следили власти. Но, несмотря на это, церковь в пустыне во время богослужений не вмещала всех желающих. Вот отец Таврион, он, например, благословлял всем причащаться, и говорит, вы прибыли сюда, в духовную врачебницу. Так черпайте здесь духовное врачебство, если вы чувствуете, что вы немощны. Имена подвижников пустыни, отцов Тавриона и Космы вписаны в историю не только Рижского монастыря, но и всего отечественного православия. В 1968 году игуменья Тавифа вернулась из Иерусалима и была вновь назначена настоятельницей монастыря. За ящиком торговала и читала кофейзму. А надо было идти быстренько на просворок. Вдруг она идет, говорит, не запишет тебе Господь, иди на просок. Вот она меня обличила. И она не видела, что вы читаете? Она не видела ни посылтиря, ничего. Я уж тут убедилась. Все думали, что... Не думали, а удостоверились, что она прозорливой была. Ну, какой-то был праздник. Обычно так, мама приезжает. Я так, конечно, смотрю на нее. Она... Ой, какие все новенькие, да такие большие. То есть обличает. Вроде молоденькие, а уже горденькие. Я приезжала сама туда, в Ригу, в монастырь. Келеница была хорошая. Она разрешила мне к ней пойти. Она мне говорит, знаешь, что, у меня там такие есть туфельки, я хочу тебе их подарить. Получилось так, что она в этих туфельках здесь ходила. И это уже было как бы благословение, то, что я тут тоже буду. Она мудрая была, ну, раба Божия, просто святой человек. Но из-за болезни скоро ушла на покой. Монастырь возглавила монахиня Зинаида Баранова. В 1948 году поступила послушницей в Рижский Троица Сергеев Женский монастырь. В 1969 году возведена в Сан-Игумении и назначена настоятельницей монастыря. Пожилая сестра сказала, что мне, Аня, твоя игу, меня только занимаются газетами, больше ничем. Но я пришла, и вот с Сергеевна взяла газетку. Я сразу подумала на нее, что правда, мне эта сестра сказала, что она только газеты читает. Она мне пальчиком погрозила и говорит, Аня, ты меня больше не осуждай. как уже хуже и стало, она позвала Матушку Магдалину и сказала, Мать Магдалина, я думаю, ты будешь игуменей, потом я тебе благословляю и сразу начинаю учить бухгалтерию, потому что каждая игуменя должна знать бухгалтерский счет. После кончины настоятельницы игумении Зинаиды управление монастырем приняла монахиня Магдалина Жигалова. Это назначение было задолго предсказано ей прозорливым старцем, духовником пустыни, архимандритом Таврионом Батоским. 7 мая 1977 года Матушка Магдалина в храме Пресвятой Троицы утверждена в должности настоятельницы монастыря с возведением в сан игуменьи из устава монастыря. Дело настоятельницы всюду строго соблюдать заведенные порядки, чтобы сестры беспрепятственно преуспевали в духовной жизни. С сею целью она лично входит во все подробности жизни обители, помня, что даст ответ за каждую. При игумении Синаиды не было полуношницы, не было правила. А уже когда стала игуменья Магдалина, она уже установила полуношницы и правила. А с 80-го года была Олимпиада и с Олимпиадой разрешили прописку. Тут уже начали прописывать сюда. А тут почти уже никого не было. 16 человек и вот как я были. Еле-еле ноги тянули. Самые молодые сестры были практически пенсионерки. Матьевсия была казначейка, которая прожила больше 50 лет в монастыре. Я говорю, Матьевсия, вы ездили когда-нибудь в отпуск? Да что ты, Матьевсия, Олимпиада, у нас же ничего не было средств. Ну ты понимаешь, мы ели праздничный суп с селедкой. И нам давали семь полен на неделю, которую мы ложили под подушку. А дальше ищи сама себе с лица как печку растопить. Семь полен на неделю. Вот я считаю, что она, можно сказать, вымолила семья будущих насильниц. Матушка такая, несмотря на свое такое достоинство, величие, что ли, настолько снисходительное и просто в обращении. Для меня это была знаменательная встреча и после этого вскоре я пришла в монастырь. Приехала в Риву, матушка встречает, обняла, обняла, поцеловала мне голову, говорит, ну не забывай, ты избранница царицы небесной. Она к чему призывает? Чтобы не отходить. А тут тоже грешить-то порой хочется, где-то поспать, полениться. она необыкновенно ко мне очень ласково относилась. Правда, латышка? Да. Она не знает. Потихоньку какую-нибудь уговаривать латышку, пропиши наших, будем за тебя молиться. И так по-малу набрался монастырь. После пострига три года никого никуда не выпускали вообще. И выпускали в основном по необходимости. У меня брата постригают, трое Сергея Лаврия. Она говорит, нет, девочка, ты не поешь. А как? Она говорит, нет, нет. Вот здесь молись. Ну и промолилась я на реках Вавилонских всю эту службу. Осталась в храме и уснула. Прямо у Матери Божьей Толгской. У нас псалтырь там читался. Они меня не увидели. Ищут в келье, не могут найти. Дежурная наткнулась на меня. Срочно в Игуменскую. Пришла, упала на колени. Ну что, деточка, все будет хорошо, к тебе приедут. На иноческий постриг. Родители приехали. И вот Матушка говорит, дьякон приехал, устройте. Ну и что, и вскоре папа стал дьяконом. Матушка, она непростая была, непростая. Просто она не показывала нам. Мы ничего не соображали, что мы соображали. Первопроходцы, которые пришли вот в эти годы, они несколько послушаний несли. Три года ездила на послушание в Троице-Задвинскую церковь. И там стояла в свечном ящике, потом принесла послушание еще в монастырский. Только приду, уже сразу за мной стучат. На просфор идти надо. Несмотря на усталость, на то, что мы не спали, мы должны были приходить на все богослужения и нести общее послушание. У нас должна была гореть душа, и она у нас действительно искренне горела. И Матушка это чувствовала всем своим материнским сердцем, что мы искренне хотели послужить Господу Богу, потому как мы понимали, что мы трудимся для православия, для возрождения православия. В монастыре была плащаница Божьей Матери, и она была не закончена очень много лет. И так и вызывает меня, говорит, вот тебе нужно эту плащаницу закончить. Я не шила никогда, ничем таким не занималась. Ты не говоришь что, Матушка, нет, я же это никогда не делала, я не могу. Ну, благословите, Матушка. Она видела каждого человека, вероятно, на что он способен. Я теперь понимаю, что-то мне нужно было для смирения. Идет простая служба будничная. Я подаю ей репертуар, что-то простой день ты поешь праздничный репертуар. Например, какой-нибудь малый праздник, ну, скажем, полиолейная служба. Подаю ей репертуар. Ну, что-то, сегодня праздник, в общем, за все слава Богу. Я очень, Матушке, конечно, за это благодарна. Матушка была такая молитвенница и очень мудрая, как воспитательница. Она знала, что нас особо хвалить нельзя. Матушка навязывала меня все время в бухгалтерию, но мне не хотелось в бухгалтерии святаться. Ну, она меня воспитывала. Все, давай по-монашески жить, а то отцу Иоанну крестьянку на себя пожаловывающая тысячу поклонных даст. Потом я покаюсь отцу Иоанну, а отец Иоанн ей пишет, Матушка, ты сестру мне давай столько поклонов или давай, но все-таки и сама поясных наложи. Воспитывала нас и стругая, и милостивая по-всякому. Услышим я, Господи, правде Твоей, не в единство с рабом Твоим. Я говорю, мы соревновались, например, в смирении. Очень хотели монастырь. Не было тогда в России монастырей. А сейчас в нашей только епархии 33 монастыря. Ну, естественно, конечно, отсюда шатало апостоль. А там лучше, а там лучше, а там лучше и там лучше. А грехи-то? Страсти-то за тобой идут? Мы не имели права уходить без благословения. У нас был пример. Матушка Талифа, которая, Дмитрий Рук, в ее время ушла, одна сестра из монастыря без благословения пошла в магазин. Ей сообщают, что матушка, вот одна монашка, значит, лежит тут на проезжей части. Она говорит, мне никто не доставлялся. Вы не будете хоронить? Она говорит, нет, не буду хоронить. Требуя от насельницы во всем послушание, матушка-ягуменя сама была образцом для подражания, находясь в полном послушании правящему архиерею. Мне это сестра мне говорили, что матушка слабохарактерная. Но я не знала еще матушку. Я не знала, почему. А почему? Потому что она не может ладыке возразить. Все время там, вот как тот ладык ленит, он такой все-таки строгий был. А когда уже пришла в монастырь, и вот матушка так наблюдала невольно, и поняла, что это не слабохарактерность, а это смирение. Когда мы стали игуменями, и мы поняли, как важно подчиняться высшедающему начальству. Прямо за день до смерти владыка ее звонил, поздравлял с праздником преподобного Сергия с престольным праздником. И матушка мне так хвалила владыка, он говорит, у нас такой хороший владыка. И матушка часто говорила, что владыка ангел церкви, что его надо слушаться, уважать и любить. В свободное от послушания время сестры собирались у игуменей для бесед. Помню, у нас трапе собирала, сестры говорят, вот вы идете так плохо, что жизнь такая короткая, можем умереть, а мы думаем только о еде, о насущной, о души не в спокойности, насчет плакать. Значит, и она плачет, и мы заплачем. И вот это у нас так действовало, нам не нужно никакой красноречия, а вот это, вот ее слова от сердца исходившие, они нас покоряли, измечали наше сердце. Матушка за каждую сестру болела, она переживала, вот видишь, что мы не спасаемся, или полностью свое сердце Богу не отдаем. А каждой сестре как-то чувствовала, как она, в каком она состоянии, душевном, духовном, видела. Матушка завела даже тетрадку такую, вызывала сестер, начиная с старших, писала там, монахиня Варвара, допустим, поступила в монастырь тогда-то, там, несет послушание, такое-то, раньше несла, там, такие-то, такие-то послушания, духовно там, в таком-то состоянии, что там даже любит, или какие там ее недостатки, в чем надо исправить. Мне тоже подарила такой, небольшой арбомчик, чистый, чтобы я там писала помыслы все. У нее была такая любовь к Богу, и даже уже в конце жизни она тоже говорит, как я уже устала жить, как я хочу к Богу. Полностью сердце было как-то заполнено Богом, поэтому, когда мне пришли, она всегда на духовную тему говорила. Мы прежде всего должны стремиться к молитве. Мы живем и должны жить иным миром. И этот мир в нашем бытии на первом плане, многократно повторяла игумения Магдалина. Что мне в монастыре понравилось в Варижском, сокровенность молитвы. То, что вечером такая тишина в храме, можно молиться. И после крестного хода, когда мы пройдем, матушка всегда говорила слово. Вот это меня покорило. Просто покорило. Конечно, я почувствовал духовность. Маленький храм, полумрак во время полуношницы. Какое-то таинство как будто совершается. Темные фигуры монахинь выходят. Идут все прикладываться. Свет не включается, пока полуношница не прочтется. Все идем к матушке на благословение. И это очень подействовало. Четыре часа ночи мы вставали, читали полуношницу. Если ей не здорово, у нас я открывала двери. И она здесь часто лежала, слушала на службу. Здесь очень хорошо молиться, потому что рядом хор, певчие поют. Они приходят, благословляются, какую-то хирургинскую петь. Из этого балкончика вот она облокотится и всех таким орлиным взором осматривает, как ее детки. Вот как-то мне это очень запомнилось. Мне всегда казалось, что она в эти моменты, когда она там стоит, она как-то очень заботится о спасении всех. В 1991 году Латвия стала независимым государством. А в декабре 1992 года Латвийская Православная Церковь, управляемая с 1990 года преосвященнейшим Александром Кудряшовым, епископом Рижским и всея Латвии, добилась юридического статуса самостоятельности. За годы игуменства матушки Магдалины более 30 духовных дочерей одна за другой покинули родной обитель. 19 из них стали игумениями в монастырях России. Им было доверено восстанавливать разоренные женские обители в Шамордина, Муроме, Ходьково, Владимире, Дивеево и многих других местах. Свято-троица Сергия в женский монастырь, по словам святейшего патриарха Алексея II, стал колыбелью для возрождения женского монашества. Здесь, как в оранжереи, произросли дивные цветы, девы мудрые, которые зажгли светильники благочестия на Святой Руси. Предстоятель Латвийской Православной Церкви, архиепископ Рижский и всеолатвий Александр и игуменья Магдалина понимали, что восстановительный период по воспитанию новых сестер займет немало времени и сил. Но, проявив послушание священноначалью и духовную зрелость, Господь дал им увидеть плоды удивительного события, масштабы которого неизмеримы. Как рост грибов после обильного дождя так быстро шло восстановление женских обителей, духовных центров Святой Руси. Первый раз матушка сказала нет, это когда она сказала ты поедешь в Владимирскую епархию на послушание восстанавливать монастырь, я сказала, матушка, я не умею, я не поеду. Она сказала, я тебе сказала, умри на послушании. И тогда сказала, что это благословение, умирать на послушании. Я там сказала, матушка, Боже, меня здесь оставьте, я не способная. Она сказала, что это благословение архиерейское, я не могу перечить. Матушка вышла с иконой Божьей Матери Владимирской, благословила меня, дала мне свою монашескую мантику, и сказала, Иоанна, читай псалтырь, и все в обители будет. Незадолго до смерти она поехала в Россию, и там ей наши же матушки помогли, дали машину, и объездила она по всех игуменях, была во всех монастырях, можно сказать. И матушка немножко, как старица, немножко этих сестер получила, чтобы любили свою матушку, чтобы слушались, ну как-то наставления такие небольшие давала. Из Коломны, Суздаля, приезжали сестры, когда у них еще не было матушек своих игуменей, то и у нас немножко подучались. В России 450 только женских монастырей, но они, может, и не многочисленные, но все равно агоним зажжем. Я помню, когда от матушки приехали на интернализацию, вот покойного патриарха, и вот служил тогда теперьшний отец Кирилл, и батюшки его же крестом было, с такой любимой мать, ты только святинник разошла на русской земле, ведь не было в монастыре. Матушка игумени Магдалина, она настоящий воин Христов была. Она понимала, что открываются новые монастыри, зажигаются новые лампады, и надо помочь России, чтобы она начала действительно жить в другой духовной жизни. Как хорошо, что я прошла вот эту школу, и что матушка меня в свое время держала в таких ежевых рукавицах, которые мне помогли здесь. 2 октября 1996 года, после трапезы, матушка долго беседовала с сестрами, говорила о своей любви к ним и неожиданно сообщила «Снимаю с вас мантию и накладываю сорокадневный пост», благословила игуменья Магдалина. Сестрам нужно было расходиться, но они вдруг запели. Не зная крест игуменский, свой с ропотом несем и думаем, что трудностью ста крат тяжеле он. Никто не помнил, когда эта песня появилась в обители, но ее слова всеми воспринимались с особым волнением. Матушка выслушала пение и со слезами сказала «Я вас всех люблю и прощаю, но епитемью все должны понести со смирением и любовью». Следующие дни прошли в обычном порядке, а в ночь на 10 октября 1996 года матушке стало плохо и после соборования и принятия святых христовых тайн игуменья Магдалина тихо отошла ко Господу. Когда матушка умирала, такое чувство осталось у меня до сей пори, что как будто матушка пришла, ее взяли душу и унесли. Сидела до конца в памяти, разговаривала с нами, батюшка приходил, причащал, потом попросила почитать Акафис святителю Николаю, я прочитала Трекаса и она тут же начала умирать. Вечная память Гроб с матушкой Магдалиной Гроб с матушкой Магдалиной несли и в умении духовные чадо почившие. Они прибыли со всех концов России, чтобы попрощаться и почтить память незабвенной матушке. На похоронах ощущалась не скорбь потери, а радость того, что совершился светлый переход души в вечную жизнь. Промыслом Божиим сороковой день Епитемьи, назначенной игуменей Магдалиной сестрам, совпал с сороковым днем по ее кончине. Всероссийской игумене ей назвал святейший патриарх Алексей II матушку Магдалину Жигалову, которой волею Божией дано было повторить опыт преподобного Сергия, игумена земли русской. В 1997 году в Рижском кафедральном соборе Святой Троицы архиепископ Рижский Евсея Латвии Александр совершил возведение монахини Магдалины Полын в Сан-Игумении. Теперь Магдалина Полын – седьмая игуменья Рижской обители. Поступила я в монастырь, когда мне исполнилось 21 год. А вообще желание было пойти в монастырь еще с детства, когда в школу хотела. Пришла в монастырь 14 августа по новому стилю. Это изнесение древ чеснага животворящего креста Господня. Как теперь понимаю, что это не случайно, что вот этот крест надо будет и мне нести. Мне сразу здесь показалось, что это мой дом. И что здесь как будто все для меня, для души такая радость, что я ее передать не могу. После этого, как там владыка молитвы почитала, я пришла домой, я почувствовала, как будто они мои все дети стали. Стала такую ответственность какую-то чувствовать внутреннюю, что вот мне надо, чтобы они были одеты, сыты. Больше всего, за что я переживаю, это потом, как я отвечу перед Богом за каждую сестру. По всему остальному смотришь. Еда там для сестер, обуваться, одеваться. Все Господь как-то сам посылает. Даже независимо от нас, какие мы есть. А Его, как чадо, Его дети, Его невесты пришли в монастырь. И Господь как-то сам на себя это все взял. А вот то, что от нас зависит, это вот трудиться над самим собою, себя смирять, себя как-то ломать, все время держать вот такие, как вожжи все равно над самим собой. Другой раз вот даже на послушание назначать сестера, я попаду мою. Та вроде устала, и та вроде устала, и ту жалко, и ту жалко. Как-то мы могли спокойно вставать, даже мешки с цементом, я помню, таскали, разрушали. А теперь, посмотришь, они такие слабенькие, что уже и жалко. Не знаю, как с них и спрашивать. У нас же нету наемных рабочих. Все же сами делаем. И шьем, и вышиваем, и для себя делаем. И просвори печем на все церкви Риги. Преподобный Сергий заповедовал своим еще братьям, чтобы никогда не просили сами. Не благословлял, чтобы отходили, просили. Он сказал, Господь сам видит, он же все знает, что мы имеем нужду, и он нам пошлет. А так как мы ученики тоже преподобного Сергия, у нас преподобный Сергий монастырь, то преподобный и теперь за нас беспокоится, тоже молится, просит, и Господь нас никогда не оставляет. Самое первое, что у нас было в таком плохом состоянии, это котлы. И 70% все это шло в воздух, тепло наше. Я молилась, просила, и вдруг на самый день рождения матушкиного нам присылают такую большую сумму, что мы могли купить сразу все котлы. Построили кухню, сделали брусчатку, все за эти деньги. А получилось так, что приехала одна женщина из Австралии и сказала, что вот ваши сестры когда-то давно досмотрели мою маму. Теперь я в благодарность, вот хочу вам пожертвовать деньги. Я даже удивляюсь иногда вот так. Совсем кажется, уже денег нет. И раз Господь посылает, или кого-то, или что-то нам привозит, и как раз то, что нам необходимо. Путь из Риги до Пустыньки около 50 километров. С 1998 года, по благословению архиепископа Рижского и всея Латвии Александра, в канун престольного праздника Преображения Господня по этому пути совершается крестный ход с иконой Божией Матери достойно есть. Крестный ход – важная традиция монастыря. Чтобы вместить всех желающих, службы престольного праздника Спаса Преображенской пустыни проходят под открытым небом. Под открытым небом проходит и исповедь многочисленных паломников. Пустынь, укрытая теплой августовской ночью, кажется той уютной церковью, в которую мы спешим по воскресным дням. Последние 20 лет духовником пустыни служит архимандрит Тихон Кравченко. Батюшка в молодости служил и стопняком у знаменитого старца Серафима Тяпочкина, духовного отца митрополита Рижского и латвийского Леонида. Они и благословили отца Тихона переехать в пустынь. И святого Буха. Аминь. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы – мои ученики, если будете иметь любовь между собою, говорит Господь. В уставе монастыря сказано «Одно из главных назначений обители есть денно-ночная молитва с чтением псалтиря о здравии и упокоении благотворителей Ея». Из года в год, изо дня в день возносится молитва к Богу за благотворителей, пастырей и архипастырей, трудившихся во славу Божию и процветание обители. Так, по заветам сестер-устроительниц, схи-игуменей Сергии и схемонахини Иоанны Мансуровых, протекает жизнь рижского свято-троица Сергеева женского монастыря. И как более ста лет назад, попечение о человеке и его страждущем духе остается главной его задачей. Верующему христианскому сердцу отрадно сознавать, что в Прибалтийском крае, в скромной обители преподобного Сергия возносятся смиренные иноческие молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице о спасении всего мира. 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 Продолжение следует...